Область знаний Лекция на Радио Звезда Как черный порох стал белым Рассказывает доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева Владимир Сизов Область знаний Интересный факт Китайцы, когда придумывали черный порох, планировали, что это станет эликсиром бессмертия или как-то будет продлевать жизнь Потому что входящий в его состав селитра и сера – это как инь и янь Одна обладает лунными свойствами, другая обладает земными свойствами На деле все получилось, конечно, немножко иначе Пик развития черного пороха пришелся на XIX век Когда в Америке компания Дюпон открывала самые большие заводы по производству черного пороха и производила сотни тысяч тонн черного пороха в год Наука как раз к XIX веку накопила много знаний и особое развитие получила химия в это время Химики синтезировали все больше и больше новых соединений В конце XVIII века появились первые уже настоящие взрывчатые вещества, но тогда об этом еще не знали Это нитросоединения И в дальнейшем именно реакции с азотной кислотой приведут к появлению тех соединений, которые лягут в основу бездымного пороха Сначала в 1833 году француз Браконо обработал азотной кислотой хлопок И получил нитрохлопок Он особого значения этому не придал В 1938 году были обработаны древесные опилки, бумага азотной кислотой, уже другим ученым, пелузам Он получил подобное Браконо вещество и назвал его пироксилином Это вещество достаточно быстро сгорает И предложил применять его в пиротехнических изделиях для того, чтобы разнообразить эффекты, которые мы видим в небе Но получающийся продукт был достаточно неоднородный и имел ряд трудностей при его получении Следующая итерация, которая привела уже к получению стабильного вещества Это 1945 год, когда австрийский химик Шонбейн после открытия им озона проводил опыты с хлопком в смесях азотной и серной кислоты Здесь в ряде источников упоминается легенда о том, что нитроцеллюлоза Шонбейна была получена случайно Когда после его опытов на столе осталась лужа из азотной кислоты И опять же в разных источниках то ли жена, то ли он сам фартуком жены вытер эту лужу Оставил на окне, было лето, и на следующий день он этого фартука или полотенца не увидел То есть вещество сгорело без дыма и остатка Как бы то ни было, он обратил внимание на эти особые свойства И стал более активно этот продукт изучать, очищать его от смеси кислот И получать уже более устойчивое соединение нитроклетчатку или нитроцеллюлозу Свой доклад о получении этого вещества он сделал в марте 1946 года На заседании Базельского общества естествоиспытателей Он назвал это тогда взрывчатым или огненным деревом И отмечал, что у этого вещества уже были сделаны первые выстрелы на нём Они показали большую дальность и намного меньшую дымность По сравнению с известным на тот момент чёрным порохом Восторги, однако, достаточно быстро приутихли Пироксилин или нитроклетчатка также оказалась достаточно опасным веществом, неустойчивым Его производство наладить сразу не удалось Не удавалось также получить достаточно хороший зернистый порох К которому привыкли на примере чёрного пороха И на какое-то время об этом изобретении Не то чтобы забыли, отложили его в сторону Оставалось долгое время такой Достаточно всего лишь опасной игрушкой Без практического применения Но когда были разработаны технологии очистки нитроцеллюлозы Оказалось, что её можно использовать в тех целях, в которых хотели применять китайцы Порох, в частности, для заживления ран Очень активно в то время был использован раствор целлюлозы в растворителе Его покрывали на раны И после высыхания растворителя на коже оставалась плёнка, которая не давала бактериям проникнуть в рану И, соответственно, останавливала кровотечение И сейчас можно получать на современных производствах нитроцеллюлозу с различным содержанием азота Начиная от небольшого, 5-6-10%, которые находят своё применение в различных отраслях Возможно, мы ходим по нитролинолеуму или целлюлозные шарики для настольного тенниса Это всё нитроцеллюлоза Или же, если в ней содержится 12% азота, это называется колоксилин 13% азота, это называется пероксилин 12,5% азота – это пероколодия имени Менделеева А максимально возможное содержание азота в нитроцеллюлозе – 14,14% Получить его очень сложно И такие нитроцеллюлозы сейчас не применяются ввиду своих физико-химических ограничений Параллельно в 1946 году XIX века в Италии химиком Асканио Сабреро был синтезирован нитроглицерин Если уж говорить правильно, то это получается нитрат глицерина Но в историю он вошёл как пироглицерин или нитроглицерин При соединении глицерина, который был на тот момент побочным продуктом получения мыла С азотной кислотой Сабреро сразу отметил исключительную чувствительность этого соединения Опасность, но очень большую взрывную силу Его статья была опубликована на год позже И химики взялись за украшение этого вещества Здесь историки разнятся В том, кто первый усмирил это самое вещество нитроглицерин Хочется верить, что это первое сделали наши отечественные учёные Но широкую известность нитроглицерин получил благодаря Альфреду Нобелю Который смог наладить крупнотоннажное производство нитроглицерина В частности, в Санкт-Петербурге были заводы семьи Нобеля А с другой стороны, он придумал, как усмирить нитроглицерин Он пропитывает нитроглицерином инфузорную землю или кизельгур В 1867 году получил, собственно, динамит Это вещество он назвал динамитом Получил на него патент И стал его производить, опять же, в достаточно больших объёмах На чём сколотил очень большое состояние Динамит оказался очень удобным веществом Он легко воспламенялся от шнура Порохового шнура или бигфордового шнура В зависимости от того, где, в какой стране он применялся Оказался очень удобным при использовании в горной отрасли В горнодобывающей отрасли Мощным веществом Но при этом уже достаточно безопасным При его перевозке и транспортировке И даже обращении с ним В отличие от того же нитроглицерина На который лишний раз лучше не смотреть и не дуть Потому что он очень чувствительный Помимо динамита, Нобель придумал также капсуль-детонатор Который представляет собой медную гильзу с начинкой с гремучей ртути Этот капсуль-детонатор сыграл выдающуюся роль В деле открытия, во-первых, взрывчатых свойств детонации А во-вторых, он впоследствии стал важным элементом Всех промышленных взрывчатых веществ Но самое важное изобретение Нобеля, как считал он сам Было открытие нового типа пороха Который он назвал баллиститным порохом Или порохом Нобеля Уже с нитроцеллюлозой научились работать И Нобель смог соединить ее и нитроглицерин В различных соотношениях сначала он их соединял Получал так называемые гремучие студни Но когда он довел количество нитроцеллюлозы в смеси до 60% То он смог получить достаточно прочное вещество Которое он назвал баллиститом Или порохом Нобеля Параллельно Нобелю исследования и получения новых типов порохов Велись и в других странах Так, например, во Франции в конце 19 века Соединили нитроцеллюлозу, пропластифицировали ее смесью спирта и эфира Спиртоэфирная смесь удалялась при производстве И оставалась прочная структура нитроцеллюлозы Такой тип пороха получил название пероксилиновый порох Или одноосновный порох Потому что пластификатор из него удалился А после изобретения Нобеля мужа баллистита В Англии Дьюар и Абель получили патент на свой вид пороха Они назвали его кордит Или кордитный порох От английского слова корд Нить или шнур Назвали его так, потому что сам порох формировался в виде длинных нитей, струн И представлял собой смесь нитроглицерина и нитроцеллюлозы С добавкой масла и летучего растворителя В отличие от пороха Нобеля Нобель подавал на англичан в суд Однако суд не признал его первенство Сказал, что это совсем другой порох И таким образом оба пороха стали существовать параллельно друг к другу Помимо динамита и баллиститного пороха За плечами Альфреда Нобеля Еще очень много других изобретений Известно более 350 его патентов Большая часть из которых нашла применение на многочисленных производствах И тут хочется отметить такой занимательный факт Когда умер брат Нобеля Людовик Некролог в газетах Журналисты перепутали имя брата И подумали, что умер Альфред Нобель И в некрологе написали, какой он был нехороший человек Торговец смертью Что очень задело Нобеля И считается, что именно этот некролог Натолкнул его на мысль оставить после себя Все свое состояние на благо науки Так ли оно было или нет, мы уже точно не узнаем Но всем известно завещание Нобеля В котором он все свое состояние полученное При производстве нитроглицерина, динамита Добычи нефти в Азербайджане Он оставил на благо науки И до сих пор Нобелевскую премию Вручают из этих средств Нобеля Которые были вложены в акции на проценты от этого В области химии, физики, медицины, литературы и мира Таким образом, несмотря на то, что в 19 веке Было синтезировано, было придумано Очень много всего Именно порох Можно назвать двигателем Всей науки в целом Потому что все больше и больше ученых Синтезировали все больше и больше веществ Которые находили свое применение В пороходелии И внесли существенный вклад В развитие науки и в дальнейшем Как черный порох стал белым Область знаний Альфред Нобель умер в 1896 году Оставив после себя все свое состояние на Нобелевскую премию Баллиститные пороха нашли свое применение На вооружении многих стран в Европе Пирокселиновый порох нашел свою нишу В применении в минах и в морской артиллерии Кордитный порох остался прерогативой англичан Но свою руку к пороходелю и к появлению нового типа пороха Приложили и отечественные ученые В частности, всем известный Дмитрий Иванович Менделеев Которому было дано специальное задание От самого царя Узнать, как в Европе производят порох И перенести это на русскую землю С чем Дмитрий Иванович с блеском справился Его отправили в 1893 году в командировку во Францию Менделеева знали везде Поэтому перед ним были открыты все двери Он увидел, как производят перокселины во Франции Он увидел, как производят пороха в других странах Сделал очень много важных замечаний и заметок Привез это в Россию И доработал рецептуру пороха И сделал собственный порох Который получил название пироколодий Или его также называют пироколодий Менделеева Однако, в силу ряда обстоятельств Из-за дороговизны производства пороха Из-за русско-японской войны, будучи в то время Пироколодийный порох не нашел своего применения в России Все заказы были переданы в Германию В те времена А сейчас, иронично, что лидером по производству Пироколодийного пороха является Америка Соединенные Штаты Америки И именно они поставляли этот порох Во Вторую мировую войну в Советский Союз О чем они периодически не забывают напоминать О том, что русский великий ученый придумал этот порох А мы его вам теперь поставляем Рассказывал доцент кафедры химии И технологии высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева Владимир Сизов Область знаний Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова